Вы когда-нибудь хотели начать вести блог? Что ж, тогда это знак. Этот тест поможет вам решить, какой тип блога подойдет вам больше всего. Готовы? Возьмите лист бумаги и ручку и запишите свои ответы. Результаты я сообщу вам в конце видео. Начнем с вашей личности. Какие три слова описывают вас лучше всего? A. Творческий, стойкий, перфекционист. B. Привлекательный, уверенный, творческий. C. Активный, авантюрный, социальный. D. Добрый, веселый, чувствительный. E. Умный, сосредоточенный, решительный. У вас есть хобби? Выберите его, если оно есть в списке. Если нет, выберите то, что вам ближе и что вы хотели бы попробовать. A. Кулинария. B. Музыка, фотография. C. Походы. D. Чтение. E. Программирование. Теперь выберите цвет, который лучше всего отражает вашу индивидуальность. A. Белый. Цвет миролюбия и чистоты. B. Королевский пурпурный. Это цвет богатства и благородства. C. Зеленый. Это цвет жизни и природы. D. Мой цвет счастливый и радостный желтый. Все самое лучшее желтое. Солнечный свет, осень, одуванчики и бананы. E. Синий. Этот цвет символизирует вдохновение, свободу и гармонию. Все точно про меня. Какой ваш любимый способ провести вечер пятницы? A. Мне нравится сидеть дома, приготовить ужин и, возможно, испечь что-нибудь на десерт. B. Я гуляю с друзьями и мы весело проводим время. C. Гуляю и брожу по городу, желательно в новом месте. D. Мне нравится лежать в постели с книгой или фильмом и легкими закусками. E. Я медитирую, занимаюсь уходом за собой и думаю о своих планах и целях. А теперь скажите, какая ваша любимая социальная сеть? A. Reddit. B. Instagram. C. YouTube. D. TikTok. E. Twitter. Подумайте о своем бюджете и о том, как вы тратите деньги. Помимо еды и оплаты счетов, на что уходит больше всего денег? A. Кухонная утварь. B. Походы в гости. C. Путешествия. D. Книги. E. Онлайн-курсы. Теперь выберите свою любимую еду. Опять же, если ее нет на фотографиях, просто выберите то, что больше соответствует вашему стилю. A. Что-то модное, например, морепродукты. B. Салаты и здоровая пища. C. Что-то из другой культуры. D. Пицца. Нямки. Или E. Кофе-классон. Теперь просто выберите наряд, который отражает вашу индивидуальность. Сделайте свой выбор и не забудьте записать его. A. Что-то удобное и домашнее. B. Что-то модное и шикарно выглядящее. C. Что-то спортивное. D. Что-то нежное и простое. E. Офисный стиль. Приближается ваш день рождения. Есть выбор из пяти подарков, которые вы можете получить. Что вы выберете? A. Набор новых блестящих кастрюль. B. Подарочный сертификат в торговый центр. C. Хороший вместительный рюкзак. D. Новые книги из списка. E. Кофе-машина. А из этих известных вымышленных персонажей, как вы думаете, кто больше похож на вас? A. Моника Геллер из «Друзей». B. Джей Гэтсби из «Великого Гэтсби». C. Бильбо Бэггинс из «Хоббита». D. Гермиона Грейнджер из «Гарри Поттера». E. Лиза Симпсон из «Симпсонов». Какое ваше любимое место отдыха? A. Городская жизнь. Останавливаться в квартирах из Airbnb. Посещать местные рестораны и знакомиться с городом. B. Круиз, где я могу полностью расслабиться и сделать хорошие отпускные фотографии. C. Удаленные места, куда туристы обычно не ходят. D. Пляж. Нет ничего лучше, чем провести время на море или у бассейна, а вечером посмотреть фильм в отеле. E. Горы, где я могу побыть в своих мыслях и придумать новые идеи. Когда вы путешествуете в другой город или страну, чему вы радуетесь больше всего? A. Еде. Я люблю пробовать разные кухни. B. Я люблю погружаться в городскую жизнь. Посещать рестораны и клубы и, конечно, делать много фотографий и выкладывать их. C. Я наслаждаюсь пейзажами и общением с местными жителями. Я люблю погружаться в новую среду. D. Я люблю бродить по городу без карт и открывать для себя винтажные магазины и книжные лавки. D. Я с нетерпением жду посещения музеев и выставок. D. Вы путешественник, идущий по лесу. D. Вы можете идти куда хотите, и вас ждут пять дорог. D. Я не знаю, куда, откуда пришел. D. У меня нет на это времени. D. Вы в отпуске исследуете старые пещеры и находите волшебную лампу. D. Вы знаете, что делать. D. Потереть ее. D. Вытрете, и появляется джин. D. Но вот незадача. D. Говорит, что у вас есть только одно желание. D. А три — это миф. Что вы пожелаете? A. Неограниченное количество еды. B. Неограниченное количество денег. C. Телепорт. D. Возможность путешествовать по вымышленным мирам. E. Возможность останавливать время. Представьте, что у вас есть доступ к машине времени. Куда бы вы отправились? A. Я бы остался в своем времени, предпочитая путешествовать в пространстве, а не во времени. B. В викторианскую эпоху с шикарными балами и ужинами. C. Я бы отправился в Древний Египет или Грецию. D. Я бы отправился на столетие в будущее. E. Я бы продал ее или начал проводить экскурсии. Представьте себе, что у вас уже есть успешный блог. Чтобы вам было приятнее всего услышать о нем и о вас от других людей. A. Мне нравится ваша эстетика и все, что вы публикуете, просто потрясающе. B. Вы живете удивительно интересной жизнью. Я хотел бы быть похожим на вас. C. У вас потрясающий контент и вы вдохновляете меня на новые опыты. D. Ваш контент интересный и свежий. Я полагаюсь на ваши рекомендации. E. Вы вдохновляете меня расти и становиться лучше каждый день. Я надеюсь однажды стать таким же успешным, как вы. Теперь подсчитаем свои ответы. У вас больше варианта A, B, C, D или E? Пришло время для результатов. Итак, какой тип блога вам следует завести? Если у вас чаще встречается вариант A, то вам стоит подумать о том, чтобы начать кулинарный блог. Вы наверняка любите готовить, и это отличный способ поделиться своими знаниями с миром и попробовать что-то новое. Блог будет мотивировать вас становиться лучше и узнавать больше о своем хобби. Если у вас больше варианта B, вам стоит завести лайфстайл-блог. Скорее всего, вы очень привлекательный и открытый человек, живущий интересной жизнью. Вы наверняка найдете много друзей, поклонников или просто людей, которым понравится наблюдать за вами и узнавать о вашей жизни. Вы чаще отмечали вариант C? Что ж, я думаю, вы живете в движении, и путешествие — ваша настоящая страсть. Блог путешествий определенно создан для вас. Вы много путешествуете и можете рассказать об этом людям, поделиться своим опытом и вдохновить их на изучение мира. Чаще всего выбирали вариант D? Тогда вы можете попробовать завести блог о книгах и фильмах. Вы можете писать рецензии, размещать цитаты, давать рекомендации или просто делиться интересными подробностями о том, что вы заметили. Все зависит от вашей креативности, и вы найдете много единомышленников. Наконец! Если вы чаще выбирали И, то вам следует подумать о том, чтобы начать профессиональный блог по теме, в которой вы компетентны, или блог о продуктивности. Вы трудолюбивый и успешный человек, поэтому вы могли бы делиться своими секретами и вдохновлять людей. Всегда хорошо, когда есть на кого равняться. А вы — отличный пример для подражания.